Что можно сказать? Виды просто остроительные! Просто в шоке! Такая красотища нереально! Такой цвет воды и озера просто невероятный! Сейчас погода так повезло! Большого практически нет солнца! Ярко-ярко! Обзонного слоя тоже нету! Поэтому сейчас поддерживаем свое действие по фиолетовому облучению! Видишь, вот груды на коже поедет! Мы едем и офигеваем от красоты! Просто что-то невероятное! Овечки вон стоят на обочине! Я просто вываляю стопы! Уже да, видели парочку! Охрененно красивое место! Огонь! Как раз практически на закате! Сумасшедшие совершенно виды! Все останавливаются, фоткаются! Просто крутяк! Там покажу крутую картинку! Это называется заповедник фиордов! Мы едем по фиорду! На них лежит снег! И со всех сторон водопад запускается! Я, конечно, не был в Норвегии, но здесь очень круто! Мега! Ну что, мой дорогой, завтра же не я! Хочу снять это видео, чтобы ты потом долгие зимы и вечерями, спустя много лет, смотрел, вспоминал этот день! День выдался очень непростой! Началось все с того, что с утра мне не дали сбранительный кемпер! Мотивируясь тем, что, типа, детское кресло, например, сажать нельзя! И ребенку нельзя там сажать! И, типа, не дадим! Мне пришлось доплатить кучу бабок, чтобы нам апгрейзли вот этот вот крутой автодом! Но потрепали очень сильные нервы! Прошлось нам до 4 часов вечера бродить по городу! Ну, в принципе, неплохо провели время! И потом пытаться засваду успеть доехать в Мил Форд Саунд! Что мы, в принципе, успешно сделали! Сейчас вот мамка нам приготовила ужин! Гермешелька с сосисками, салатик! Вот! Мы тут сидим, попиваем! Кайфуем! Наши вещи не разложены, постели расстелены! Но кемпер, конечно, классный! В общем, это даже, может быть, даже к лучшему, что так случилось! Потому что это прям ностальгия по Австралии! Это очень здорово! Он тут даже с обогревом! То есть можно в холод не замерзнуть! Алиска у нас опять jet-wag! Она спит уже 3 или 4 часа! Будет опять ночью и рано утром проснется! У нас раз будет! Вот такая вот тема! Папа кайфует! Сука! При этом зашли! Покуриваем кальян! Охрененно! Где-то за тысячи тысячи километров от России! Просто вообще невероятное количество часов! Километров! Запомни Максима, как проделась! Вспомнила его, когда будешь смотреть это видео! Нью-зилла! 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 Это вообще супер! Невероятно! Фантастика, которая сбывается! Мечты, которые сбываются! Я прям слезы на глазах! От сбычи! От сбычи мечт! От торжества момента! Класс! Как бы все-таки осознаешь, где ты находишься! На какой земле! Как далеко от дома! Ух-х-х-х-х! Иду сейчас на концерты! Это студия! Я пишу письма, батя, на WhatsApp, и я звоню на FaceTime! Папа Sky, папа FaceTime, папа WhatsApp! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Я пишу вам эти строчки, точки, вместо точки, смайл! проснулись мы сегодня с таким видом соседи спят раз юси им пирочки тут гора такая офигенная рассвет занимается мега круто так мы спали очень уютненько так романтичненько вот еще вид на гору алис тут пристроилась за руль кемпера нашел хочет порулить у нас тут он расцвет начинается верхушка говорю же окрасилась цвета солнечные российская офигенно симпатичный кемпер парк круто сейчас вам расскажу про наш кемпер вен версия спринтер выпуск 2016 года с пробегом 99000 что у нас тут есть это я так понимаю то ли обогрев воды то ли от холодильника ну короче нагревает чего-то там этот газ на которого сработает холодильник ну и плита соответственно здесь стоит кассета от биотуалета то есть вынимаешь и сливаешь включается электричество идем дальше здесь нас рундучок со всяким дерьмом шланг до слива воды стулья столы непонятный стол алиса и пока да сам прикол здесь есть газовый гриль который выдвигается за машины можно жарить мясо не мясо человек круто этот вода сейчас я как раз буду заправлять вот работа следил на солярке относительно дешевый доллар доллар 4 60 рублей точно позволяет существенно экономить живет он где-то 10 литров даже 9 и 5 компьютеру валит принципе получим вольтсваген аналогичный за счет а уже коробка шестиступенчатый поэтому более экономичные более динамичный в общем-то неплохо автомобиль про утром братства покажу позже сейчас вам покажу наш первый каланд парк он офигенно месте находится среди ущелья в заповеднике фердланд вот такие вот горы высоты где только двух километров поскольку здесь единственные то народу очень много все места забиты бронировать над минимум за две недели разъехались хотя время еще полдевят утра машины самые разные есть маленькие сочи легковушки людям живут там в отжиг вот а есть такие вот большие машинки самых разнообразных форм расцветок ну гора конечно потрясно вообще супер тут есть в общественное пространство типа столовая кухня вот а я данный момент идут в туалет там есть туалет и душевые все так вот чистенько цивили есть стиральной машины в общем все как надо заодно вот мусор руки на на каждом месте тут вот есть электричество есть вода здесь может заправить машину водой можно всю ночь стоять электричество так сейчас мы выкинем мусор этот планет например один из них как вы видите мы уже засрали конечно но в целом жить можно ну что вам сказать про мифорд саунд здесь охрененно круто я такого вообще еще никогда не видел смотришь какие здесь горы вот между этими двумя горами у нас была парковка мы ночевали там а этот вид на залив тасманово море на фьорды все 8 марта я купил моим девочкам в подарок два билета в круиз сейчас он по этим кататься на кораблике по тем местам а вот моя девочка сама вылезу с коляски так мы пришли на пассажирский терминал мифорд саунд здесь пока начало 11 через полчаса через 20 посадка будет точнее отправление сейчас будет чекинг пока китайцы еще не приехали автобусы парковка на 27 автобусов все пустая вот первый китайский автобус приехал так что мы может быть еще не как селедки в банке будем кататься но там на ближайших парковок для автомобилей мест практически нет мы чудом успели полдесятого встать там надо прожать раньше хорошего чтобы поближе стать посмотрим что тут дают вот мои мартовские девчонки идут 8 мартовский я им подарок сделался на 8 марта это вот терминал саунд тут несколько крупных круизных компаний мы поедем вот на эту трассе народ ждет посадку какие-то сим-карты похоже на нет ректор даже с букву мы пошли грузиться китайцы вроде не много поэтому это будет хорошо 5 карточки там дают да ну что мы теперь грузимся уже кораблик вот нас пацан четко встречает привет вот такой типа как в бака уходит паром и такого же типа все какая тут закуска не закуска не знаю будет нибудь так алиса тихой самолетик он заходит на посадку милпорт сон там с под горы так вот 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 водопад ахренительно просто залп сон свете прям в глаз вот 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 Мега круто здесь, вообще просто нереально. Просто мега круто, вообще кипец. Вода какого цвета, охренеть вообще тут. Морская болезнь, шатает, но она не поймет, что с ней происходит. Так повизгивает, идет, шатается и повизгивает. Морда, тебе нравится морда? Огонь! Дельфин он. Смотри, какие они классные. Такие вот тут величественные горы высоты, где-то 1700 метров. И множество всяких водопадов. Вон, например, один из них. Тут народ у нас собрался на палубе, все втыкают. Короче, мега круто. Ну вот мы и вышли в открытое море Тасманово. Вот отсюда, в принципе, прямая дорога до Австралии. Как сказал гид, 5-6 дней пути на эту лодку. Ну вот, мы будем на месте. Здесь так уже ощутимо качает. Волны. Сейчас разворачиваемся и едем, наверное, назад. Волны. Такой вот, а тут водопад, а купительный. И еще не просто раздается. А сюда же быстро полетаем. Класс. Алис тоже нравится. Вот такие. Возвращаемся в инфурсаун. Здесь, как бы, утряпец из острова. Поднимаемся вверх сейчас для серпантинов. Массата 590 метров. Но надо сейчас будет проехать сквозь туннель через эту гору насквозь ее. Проскочить. Просто уму непостижимо, как можно проскочить через эту гору. Стена такая стоит. У нас по 8 проектов. Огромная, преогромная стена. Я не знаю, сколько здесь метров. Но она впечатляет. Ну и километр на высотой. Это пипец. Вон есть туннель, вон его видно, кстати. Где? А он справа. Не вижу пока. Сейчас. Видео, конечно, не передаст. То, что мы видим. Но это, на самом деле, впечатляюще. Вот сейчас откроется. Вот крыша такая. Он ныряет и насквозь эту гору проходит. Туннель такой необработанный. Дикий. Неосвещенный. Там едешь и капает на машину. И какает. И какает. Так высота уже 600 метров. Ножами сгирать. А вот там ущелье. Мефур сам припас. У нас тут костюм идет так. Машина с трудом так едет. Хардт. И сейчас смотреть 5, прослушить. Это реальная скорость, да? В 16,383-6 pirate. Адекватно все, да? Адекватно пишут, что мы можем все и попросить. Не то, что у нас пишут, 40 везде. Там 25 пишут. 30 и 25. Да, такая шпилька какая-то на нашей дури. Просто не поедешь. Я не сочувствую, как водитель общественного автобуса. Здесь вот плоховная работа. Маршручка, а шоп сучит? А, вот, смотри, наверное, регулируется он все-таки. Вот 5 минут стоять, нам надо сейчас будет. Точно одноколейный он. Ну, все, вырубай, значит. А еще раз ехали, не было регулируется. Наверное, поздно было, да? Говорят, включите фары, не останавливайтесь. Что-то еще там. Зеленый свет включили. Перенится из... О, такой пролежка. Что-то что? Красота 3,81. Да, то есть фура здесь не пролезет. У нас 2,81 сантапа пролезет. Пролезет. Если мы с австричным автобусом и кемпером не разъедимся. Это не, наверное, должно разъедиться. Нет, в принципе, разъедиться можно здесь. Можно, да? Можно. Даже с автобусом можно разъедиться. Такой суммарочный такой тоннельчик. А, что-нибудь с освещением вчера не был. Да, вчера ехали вообще прям... И грамотно 6 работает на потом. Темно-темно, вчера было и страшно. Просто трудно представить, что мы через такие горы проскакиваем. Ну, чудо человеческое жеркало гений. Да. Пробиться. Ну, вот, сад, здесь 700 метров. Ну, как бы, уходи. Сколько труда вложено? Ну, еще года. А еще бабла, наверное, сколько вложено? Да, они что-то начинали строить, в общем, в 30-х годах, что ли? Потом бросили, что-то там, валюс-капвалюс. И закончила стройку, буквально, недавно. Браво, мы поезжаем! С метка отца туннеля. А вот еще вернется. Следующая. Приехали. Вот такой тут спектакулярный вид на выезде с туннеля. Просто. Unrealable. Unbelievable. Unforgotable. Incredible. Вон там ледник, с которого водопадик стекает. И вон какие-то китайские, а, филипинские, наверное, тетушки, он щелкается. Вот такая тут гордая речка. Называется река Гулливер. Афигенское. Очень красиво. Очень красиво. Одна моя водичка. С ледников. Продолжение следует...